Около 200 спортсменов со всей России приняли участие в 18 турнире по армейскому рукопашному бою имени Героя Советского Союза Николая Чепика. Турнир прошел в центре олимпийской подготовки «Авангард». 29 команд из 4 военных округов представили 3 вида войск. В этом году соревнования стали самыми многочисленными по количеству участников. Здесь не надо стремиться за количеством, мы стремимся за качеством. Турнир всю качественно и некачественно становится. Нет проходных боев. Здесь вопрос стоит еще в целостности личности, не только руками и ногами махать, нужно еще понимать ради чего это нужно и во имя чего. Николай Чепик героически погиб в Афганистане при исполнении воинского долга. Подвиг прославленного гвардейца вдохновил десантников 242-го учебного центра и омских ветеранов Афганистана на создание мемориала Чепика. Их поддержало Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области. Армейский рукопашный бой используется большинством военных подразделений российской армии, спецназом и ВДВ. Поэтому главная задача соревнований – развитие стремления молодых людей к службе в рядах вооруженных сил. Работа, проводимая в армии, она имеет определенные интересы молодежи гражданской, готовит ее к службе в армии. Армейский рукопашный бой – это достойный вклад в подготовку молодежи к службе в армии. Соревнования традиционно проводились в семи весовых категориях. Одновременно на ковре выступали по две пары спортсменов. Уровень подготовки бойцов с каждым годом растет. Готовятся ребята к этому турниру серьезно еще и потому, что теперь победителям присваивается звание мастеров спорта России. То есть выступать в Омске стало еще и престижно. Да, первый раз принимаю в таких больших соревнованиях, как вот, например, в этом городе Омске. Мой соперник тоже опытный был. Ну, я победил его. Я лично принимаю участие в пятый раз. Становился призером данных соревнований в 2005 году. Организация соревнований очень хорошая. Чепик всегда проходит без субсидентной борьбы. Съезжаются сильнейшие бойцы. Сегодня у моей доченьки, Авериночки, день рождения. Вот просто хотел бы радовать, завоевать какую-нибудь медаль любого достоинства. Участники соревнований признаются, такой жесткий вид спорта призывает к высокой собранности физической и духовной. Всероссийский турнир по армейскому рукопашному бою имени Николая Чепика наглядное тому подтверждение. По итогам турнира первое место в командном зачете заслуженно досталось курсантам 242-го учебного центра. Второе – не менее сильной команде из Рязанского института воздушно-десантных войск. Омский танковый институт на третьем месте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова